Первым на заседании выступил Олег Хромов. На рабочей группе, которую провели накануне, депутаты заслушали полный отчет главы района по результатам работы за 2017 год. На совете глава тезисно отчитался о проделанном в прошлом году. В частности, он заявил, что самым знаковым событием в минувшем году стало окончание реализации программы по освоению 3 миллиардов рублей, который Ленинский муниципальный район получил в результате передачи части своей территории Москве. В результате реализации этой программы мы существенно пополнили всю социальную и инженерную инфраструктуру нашего муниципалитета, получив в общей сложности 32 объекта отремонтированных, отреконструированных и построенных. Олег Хромов отметил, что это позволило почти полностью ликвидировать вторую смену в общеобразовательных школах. Кроме того, в двух поселениях, в Развилковском и Владарском, удалось не только ликвидировать очередность в детские сады, но и начать прием детей в них с полутора лет. Также глава кратко озвучил планы на год нынешний. Я хотел бы определить основные три приоритета, на мой взгляд, на 2018 год. Это жилищно-коммунальное хозяйство, это дороги и социальные объекты. Депутаты дали удовлетворительную оценку деятельности главы района в 2017 году. Также законодатели заслушали отчет начальника ОМВД России по Ленинскому району Олега Адама. Он доложил, что в прошлом году на 9% увеличилось количество расследованных краж автотранспорта и на 50% грабежей. Кроме того, значительно снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. На территории района в отчетном периоде было совершено 2501 преступления. Из них 839 тяжких и особо тяжких преступлений. Расследованы 67 преступлений, выявлено 556 лиц, совершивших данные преступления. В конце заседания депутаты заслушали доклад заместителя главы администрации Ленинского района Сергея Куканова о пролонгации договора аренды помещений с управлением службы судебных приставов и о льготах на арендные платежи для Московской областной противопожарно-спасательной службы. Оба вопроса депутаты решили положительно. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.